Здравствуйте! С вами салон музыкальных инструментов Glynki.ru. И сегодня мы с вами обсудим немаловажный вопрос. Как выбрать скрипку? И чем дешевая скрипка отличается от дорогой скрипки? Вот у нас с вами три скрипки. В целом выглядят они одинаково. У них у всех четыре струны и одинаковая форма. И если мы с вами посмотрим на задние деки каждой скрипки, мы увидим, что все они полосатые. То есть, что здесь используется волнистый клён во всех инструментах. Разница в том, что вот эта вот скрипка стоит 140 тысяч рублей. Это в диапазоне от 40 до 50, а вот эта вот скрипка стоит около 8 тысяч за комплект. То есть, эта стоимость включает в себя еще футляр и смычок. В чем же разница? Не секрет, что скрипки делаются всегда из одних и тех же пород дерева. Верхняя дека делается из ели, а обечайки делаются из клёна, так же как и задняя дека. Но разница в том, что цена на один и тот же кусок дерева очень сильно разнится. Потому что, например, у ели и у клёна у них есть разные классы, разная стоимость. Поэтому какое-то дерево, условно говоря, может быть дешевым, а какое-то дерево, условно говоря, может быть дорогим. И это очень сильно влияет на звук инструмента. Это первый момент. Помимо массива дерева, в скрипкостроении используется ламинат. Как правило, он идет в средних инструментах по целовому диапазону. Он идет на обечайку и нижнюю деку, а верхняя дека изготавливается из массива. Дорогие скрипки, как правило, полностью изготавливаются из массива дерева, а совсем дешевые делаются полностью из ламината. Это также влияет на звучание и на ценообразование инструментов. Но также важно то, как скрипки изготавливаются внутри. Это сильно влияет на цену, это сильно влияет на то, как инструмент себя ведет и на то, как долго он проживет. Например, мы с вами можем посмотреть, из чего сделана бюджетная скрипка. Что мы видим? Верхняя дека изнутри никоим образом не отшлифована, сделана достаточно грубо. Также вот эта вот история называется пружина. Это важный элемент физиологии скрипки. И видно, что пружина плохо приклеена, плохо обточена. То есть, со временем пружина где-то может отклеиться и будет неприятный призвук. Также мы с вами видим, как устроена скрипка внутри здесь. Вот эта вот часть называется обечайка. Это, соответственно, задняя или нижняя дека. Собран инструмент. В целом, как бы это годится на самый начальный этап. Но мы видим, что вот здесь вот есть зазоры. И все это собрано достаточно ненадежно. И в будущем вся эта история может отклеиваться и тоже создавать призвуки. Но это, опять же, это самая бюджетная скрипка. И она послужит, скажем так, только для освоения инструмента. То есть, на ней можно в целом понять, что такое скрипка, как ее держать, как работать с мычком. Но хорошего звука вы здесь не добьетесь. Потому что, во-первых, ламинат, он не сильно склонен к богатой звуковой палитре. Во-вторых, собран инструмент, конечно, так, что он не рассчитан на долгую жизнь. Отдельно стоит сказать, как приклеена шейка грифа к корпусу. В нормальных инструментах, которые призваны прослужить долго, да, вся скрипка собирается на обратимый рыбный клей. В бюджетных инструментах используется другой клей. И на месте стыка шейки грифа и корпуса клей используется очень мало. И часто инструменты приходят в негодность из-за того, что шейка грифа выпадает. Починить это несложно, но все-таки это неприятно. Совсем бюджетные ламинатные скрипки, как правило, делаются еще хуже. То есть мы можем посмотреть, что пружина, вот она выглядит вообще вот так. Недостаточно приклеена. Здесь мы видим зазоры. Вот это тоже влияет на работу инструмента, на его жизнь. Инструменты среднего ценового диапазона, как правило, это от 17-20 тысяч и выше. Они изготавливаются с верхней декой из массива. Что это дает? Это как вот набор красок, да. Есть там детская гуашь на 6 цветов, а есть профессиональные наборы, да, с очень большим количеством оттенков. Вот массив дерева или ламинат, они дают нам разное количество оттенков, звуков и нот, которые можно издать. То есть, если брать скрипку с верхней дека из массива, вы сразу же можете работать со звуком. И, как правило, такие скрипки сделаны все-таки получше и рассчитаны на более долгую жизнь, более чутки к нюансам, звукоизвлечения. И если вы сразу же хотите заниматься усиленно, то такую скрипку можно взять, потому что это позволит вам тут же работать со звуком. Опять же, если бюджетные скрипки рассчитаны просто на знакомство с инструментом, понять, как он работает, что делать можно с ним и что нельзя, можно взять также инструмент чуть подороже и сразу же он будет более отзывчив к вам и можно будет работать со звуком. Это тоже важно. Если говорить о дорогих скрипках, о хороших фабричках, например, о мануфактурных или мастеровых инструментах, то там уже, во-первых, используются топовые материалы, то есть материалы дорогие, материалы очень отзывчивые. Скрипка очень хорошо собрана изнутри, то есть если разобрать мастеровой инструмент, там видно, что там все отшлифовано, все подточено, все очень тонко подогнано. И как бы такая скрипка, она, во-первых, она разыгрывается по-другому, во-вторых, она очень тонко реагирует на вот каждый нюанс звукоизвлечения. Это уже важно. Скрипки такие, они очень ценятся, они могут долго-долго жить, да, то есть такой инструмент, он не разваливается. Его имеет смысл ремонтировать, если, не дай бог, что-то с ним случилось. Но такой инструмент, как правило, не покупают для начала, как первый, потому что он очень отзывчив и он очень требователен к тому, кто на нем играет. Соответственно, лучше такие инструменты брать, когда вы уже владеете звукоизвлечением, владеете техникой. Тогда это оправдано. Резюмируя вышесказанное, мы с вами видим, условно говоря, это условно, три класса инструмента. Инструменты совсем бюджетные, это не означает, что они плохие, да, они просто сделаны с расчетом на то, что, как правило, занимаются на таких инструментах или дети, или взрослый человек хочет просто попробовать позаниматься на скрипке. Он не хочет тратиться сразу на суперинструмент, да, потому что может не пойти процесс обучения. Поэтому они сделаны, да, где-то кривенько, где-то косенько, но опять же, они служат для того, чтобы понять, что такое скрипка и как на ней, как с ней в целом взаимодействовать, да. Есть инструменты среднего ценового диапазона, как правило, с верхней декой из массива. На них тоже можно начинать, если вы уверены в том, что вы прям будете заниматься, и вы предрасположены к этому инструменту, потому что они дают возможность сразу же серьезно работать со звуком. Это тоже важно. И сделаны они, конечно, уже получше. Третий класс — это уже серьезные инструменты, которые сделаны из дерева высокого класса. Инструменты, которые уже оправдывают ремонт, если что-то с ним случилось, да, оправдывают какие-то эксперименты со струнами, с подгрифами, потому что чем дороже скрипка, тем более она отзывчива к тому, что на ней стоит. То есть скрипка — это такой инструмент, где все влияет на все. Смычок, канифоль, струны, из какого дерева или не из дерева под грифок. Там достаточно много нюансов. Инструмент очень изменчивый, очень гибкий, но начинать на них, наверное, не имеет смысла, потому что, так как инструмент отзывчивый, он и более требователен к тому, как на нем играть. Конечно, если есть возможность, то когда вы собираетесь покупать скрипку, лучше приходить в салон и ее выбирать, потому что даже две скрипки одинаковой модели с одинаковым артикулом, они все равно будут немножко отличаться по звуку и по тембру, потому что дерево — это органический материал, и двух на молекулярном уровне, двух одинаковых кусочков дерева, их просто не бывает. Каждая скрипка все равно, она немножко имеет свой собственный голос, и это также важно. Плюс, если вы не уверены в том, какую вы модель хотите себе выбрать, то лучше, конечно, посетить салон, и мы вам все расскажем. У нас достаточно большой ассортимент скрипок, все скрипки разные, и лучше всего подбирать скрипку эмпирическим путем, не по отзывам, потому что отзывы всегда субъективные, а просто прийти в магазин спокойно, не торопясь, имея большой запас времени, подумать о том, какие вы вопросы хотите задать, и консультанты вам всегда ответят, расскажут про каждый инструмент, объяснят, в чем их разница. Кроме скрипки для того, чтобы на ней играть, вам еще надо, как минимум, смычок, канифоль, мостик и футляр для того, чтобы ее хранить и носить. Все это разное, всего этого много, и на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому добро пожаловать к нам в салон, приходите, спрашивайте, мы все расскажем и все покажем. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok